Дорогие сестры, я рад быть вместе с вами этот день, день праздника вашей церкви по случаю выпуска студентов. После трех лет обучения они, получивши знания, теперь станут реальными практиками этого знания. Любой колледж, любой институт, любой университет дает только образование и не более. Никакие звания, никакие должности, оно дает только нам образование. Но образование можно использовать во благо Божие, можно вообще не использовать. Я один из тех, кто был вместе с вашими братьями и сестрами в течение трех лет. Итак, разные курсы у меня, так по плану, последние годы учебы, третий курс всегда. И мы изучаем одну из интереснейших книг, которая имеется в Библии, книга пророка Даниила. Мы много знаем об этой книге, читаем эту книгу, и все, что там написано для нас, является ценностью и благословением. Но есть высказывания, есть такие предложения, которые нуждаются в особом объяснении для того, чтобы понять, насколько величественный Бог, который задолго до всех событий, которые будут впереди, открыл своему пророку. Что будет в конце дней? И это, что будет в конце дней, всегда нас захватывает, тревожит. Мы всегда желаем узнать, а что будет завтра, послезавтра, через год. У Бога есть свой план. И Бог сказал наперед, какие будут события. Он никогда не определяет число, день, минуту, секунду. Это у Него есть это все. Но для нас Он дал нам видеть, насколько Его слова, сказанные по человеческому календарю, очень давно. Они эти слова полностью исполняются и дают нам еще большую уверенность. Все, что сказано в Библии, оно исполнится. И, скажем так, один из маленьких таких стихов из Библии, которые мы вместе изучали с вашими братьями и сестрами. Книга пророка Даниила, 7 глава, 25 стих. Книга пророка Даниила, 7 глава, 25 стих. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руки Его до времени и времен и полувремени. Даниил желал узнать, что будет. И Бог ему сказал, для твоего народа будут такие события. Вы будете отданы в руку царя. И угнетение будет. И будет он стараться уничтожить все то, что для вас свято. Ваши праздники. Забрать у вас вашу тору, ваш закон. Он будет стараться изменить все, что только вам дорого. Но это время дано для этого царя. Для этого, этой силы. На время, времени, два времени и полувремени. И вот мы, изучая этот предмет, старались узнать, а сколько это было? Когда это будет? И вот мы узнали, когда началось исполнение этого слова. Даниилу было сказано за 500 лет до нашей эры. А событие исполняет исполнение этого слова 687 год. Год, когда уже сильная, окрепшая религия ислам начала свое наступление в очень широком степени на страны, которые были на север от Аравийской пустыни. За краткое время они захватили всю территорию, которую только можно было осознать. Начиная от Персидского залива до Черного моря, вплоть до Европы. И эта земля, которая принадлежала по праву евреям, она была отдана на время, два времени и полувремени. А сколько это? Согласно книге Откровения, там написано, что это время имеет и числа, это 1260 дней. Сколько это будет? Это будет 1260 лет, год за день, день за год. И вот смотрите, за 500 лет до рождения Христа уже было определено, когда будет исполнено это слово. 687 год, начало строительства мечети Амара на Святой Земле. И плюс к этому времени 1260 лет. И получается, когда забирается эта власть у Ислама над Святой Землей, и начинается эра, окончание позора для Израиля. 1260 плюс 687. 1947 год. Время образования государства Израиля. Дорогие мои братья и сестры. Бог сказал и сделалось. Бог повелел и исполнилось. За многие годы, до 1947 года, сказал Бог. Никто еще тогда не знал, какие будут царства, какие будут государства, какие будут вообще правила. Но Бог сказал. И пришло время. Все исполнилось. Для всех нас я хотел бы сегодня, в это время, прочитать вместе с вами, Слово Божие, Бытие, 26 глава. С 11 стиха. В ней есть 12, 26-12. И о Бытие. И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей. И возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стадо мелкого и стадо крупного скота. И множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимилек сказал Исааку, удались от нас. И вот и сделался гораздо сильнее нас. Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Гераске и поселился там. История одной семьи на страницах нашей Библии дает нам известие о трех важных поколениях. основателей рода Аврааме, его сыне Исааке и последующем сыне Исаака Якове. Я бы хотел сегодня обратить наше внимание на Исаака. Мы очень часто говорим о Аврааме, очень часто говорим о Якове. И очень мало мы говорим об Исааке. Он один из них, из патриархов. Да, на страницах Библии для него уделено не так уж много места. Не так обширно, как о Аврааме, его отце, или об Иакове, его сыне, сказано. Не так буквально расписаны достижения или неудачи. Но этот человек, который является одним из трех главных действующих лиц Ветхого Завета, оставил для нас пример, или Библия через его жизнь показала нам кое-что, что я хотел бы сегодня для всех нас сказать и для вас, дорогие братья и сестры, выпускники колледжа. Получив от своего отца все наследие, ибо ему Авраам все передал. И отдал Авраам все, что было у него. Исаак, как говорит нам Священное Писание, 25 глава. Он взял все, что было у отца. Все имущество не нужно было делить на двое, на трое или на больше по количеству сыновей. Все было отдано Аврааму, своему сыну обетования, которого он сдал многие годы, и который родился уже, когда закончилась всякая надежда и у Авраама, и у его жены Сары. Этот человек, его сын, рос в понимании жизни своего отца. Он понимал, насколько важно служить Господу. Он понимал, насколько важно исполнять простые правила, которые были даны для Авраама, и точно так же для него, Исаака. Он женился. У него же были сыновья. И богатство его было настолько великое, настолько обширное его имущество, что даже, если сказать по народному счету, не было всего того, что у него было. Урожайность большая. Скот крупный и мелкий. Множество. Живет человек в удовольствии. Но для того, чтобы жить в пустыне, не только надо иметь шатры, иметь скот, животных. Не только нужно иметь поля, на которых будет расти ячмень, пшеница. Нужно иметь воду. В пустыне или там, в той местности, где мало воды, все это невозможно. Потому что и для того, чтобы рос ячмень, нужна вода. И для того, чтобы животные жили, нужна вода. И вот у него, у Исаака, возникает конфликт с местными жителями. Из-за того, что он стал богатым, он должен был уйти оттуда, из той местности. Но что ему делать? Богатство, которое у него есть, это наследие отца умноженное. Но он может его потерять. Почему? Нет воды. Долгое время. Исаак знал законы в пустыне, знал жизнь в пустыне. Но никак не мог ничего сделать, потому что то, что отец ему передал, не только это была земля, не только это были животные. Он передал ему и источники воды. Он передал ему колодези, в которых была вода. И непростая вода. В Палестине два рода колодези, которые глубоко выкопаны, очень глубоко, и доходят до нижних слоев, где начинаются подземные озера, реки. Они обширные, глубинные. Иногда толщина воды доходит до 70 метров. Такой широкий поток подземной воды. Или бывают резервуары, в которых собирается стечная вода, дождевая вода. Или вода, которая проходит через верхний слой и собирается где-то в каких-то пещерах. Разница между этой водой большая. Библия называет воду, которая из низин, из этих глубинных озер, живой водой. А все это мертвая вода. И вот, имея все, он не знает, как быть дальше. Он жил, но Он почему-то разрешил своим врагам засыпать колодези отца Его, которые Ему достались как в наследство совсем. Без этой воды невозможно было идти дальше. Что бы Он ни делал, Он не мог идти дальше. Он не мог выпасть ни одного колодезя, ни одного. пока не раскопал все колодези, которые были Ему даны отцом, но засыпаны филиссимлянами. Почему так? Да потому что, если у тебя нет примера, что такое живая вода, ты выкопал новый колодезь, ты от него достанешь воду, ты будешь думать, что это живая вода, а по сути, это будет дождевая вода. Это мертвая вода. Только сравнивая живую воду, которую он знал с тем, что он мог бы достать, он мог бы определить. Это истинная вода или это ложная вода. Исаак не выкопал ни одного колодца до тех пор, пока не раскопал все колодцы своего отца. сегодня мы живем в век время, которое быстро движется, время, которое изменяется и многие вещи у нас сегодня настолько естественны, что мы даже не знаем, как с ними справиться. Технологически сегодня мы далеко ушли. Сегодня мы пользуемся многими вещами, которые нам не были доступны 20, 30, 50 лет назад. Не так ли? и многие считают, обладая всем этим новым, современным, сегодня не надо много искать. У многих людей есть новые книги технологические. Только нажал и Библию перед тобой глазами, и все справочники, и комментарии, все что угодно. Но почему? Почему люди никак не могут напоить свою душу, свое сердце? Почему используя все то, что есть современное, многие ученые, многие учения, философские, богословские, различные, не удовлетворяют то, что нужно? Дорогие мои, пока мы старшие люди, пока вы средние люди, пока вы молодые люди, не раскопаем мы тех источников, колодезей, которые нам достались от наших родителей, где они пили живую воду. вода. У них не было ароматных знаний, у них не было технических устройств, но они имели голову, в конце которого внизу была живая вода. Мы сегодня много говорим почему, для чего, как, откуда, почему случилось, и вопросы остаются без ответа, потому что мы сами разрешили, чтобы враги засыпали эти колодези. мы никогда не сможем ничего нового достичь, ничего нового сделать, потому что нам сначала нужно откопать то, что врагом было засыпано, то, что там уже годами многослойный слой разных камней, пыла, грязи, но прежде что самим что-то копать, нужно иметь пример, а пример в старом колодезе. И Исаак понял, для того, чтобы дальше идти в другую местность и где-то что-то копать, он никогда не сможет сравнить, что такое живая вода, потому что у него нет примера. И он начинает откапывать старые отцовские заброшенные засыпанные колодези. Только сделав это, откопав их полностью и очистив их от всяких грязи, он дошел до чистой воды, когда он попробовал этот вкус, он понял, это живая вода. И только после этого он начал копать свои колодези и выкопал их, и ни одного, много их, называя их различными именами, но его колодезь и колодезь отца его Авраама выкопаны в разных местах, они они были соединены с одним великим мощным подземным источником живой воды. Дорогие мои братья и сестры, перед вами жизнь, большая жизнь. Вы думаете, что вы можете многое что-то достичь, это хорошее. Вы думаете, что вы многое что-то можете сделать, это прекрасно, но никогда вы ничего не достигнете. Технически все можно достичь, но никогда вы не достигнете успеха в жизни, если мы все и вы в том числе не откопаем колодези, которые нам известны от наших отцов. Когда мы попробуем эту воду, которую они пили и нам передали, когда мы почувствуем этот вкус этой живой воды, Слово Божьего, Евангелие Иисуса Христа, нас тогда уже никакая другая вода не будет удовлетворять. Мы сможем только единственное напиться одной водой, которая берет начало и содержится в Евангелии Иисуса Христа. Не будет никаких учений, никаких ученых, не будет никаких лже учений, будет единственный пример, вода из единственного источника Евангелия Иисуса Христа. Вот так сделал Исаак, имея все многое, у него не было воды, и он понял, откопаю источники моего отца колодезь, он это сделал, и только после этого он смог свои колодези копать, называя их уже своими именами. Не имеет значения, как называл Авраам свои колодези, не имеет значения, как назвал именами колодези Исаак, имеет значение, что все они в разных местах прокопанные, они были соединены с одним источником живой воды. Пусть мир Божий будет в вашем сердце, и пусть всегда мы не ругаем наших старших братьев и сестер, пусть мы все, вы старшие, мы младшие пьем из одного источника Евангелия Иисуса Христа. Аминь.